Сейчас, начинайте. Милый, давай займемся сексом. Давайте начинай это сделать. Это вот приблизительно лучше будет случиться. Зайцы. Рассказывайте, как докатили за кожей. Как-то вгонял, как потрясал. Бежать не трясал. Родился я 9 марта 1976 года. Давай, сначала земля остыла, потом нагрелилась, потом появились динозавры. Оттуда. Общий запрос – это болезнь Паркинсона. Тебе диагноз поставили или нет? Нет, я не обращался за диагнозом. Откуда ты взял, что это у тебя? По симптоматике. Ну, потому там, мне сказал, медицинский массажист, скажем так. То есть, что характерные симптомы. Ну, и, собственно, когда я начал интересоваться этим в интернете, почитал, там, вплоть до психосоматики, там, этих всех хей-синельников, бур-боп. Ну, соответственно, там было, по сути, описано практически на этаже. Слушай, а зачем тебе это? Причем по психосоматическим симптомам. То есть, по тому, что это во мне. Я пришел сам раньше, благодаря, ну, пришел как-то в кабинет. Не, ну, к докторам я обращался, диагноз не стоит, это уже здорово. Ну, как бы, то, что ты там себе придумал, начитавшись, там, бур-бухи и все остальное, у меня к тебе вопрос, зачем тебе это все? Для чего тебе выгоды в этой? Давай вот прям сразу по выгодам. Что хорошего ты можешь? Ну, если бы я мог ответить на этот вопрос, то... Можешь, давай. Ну, то... В чувства. Я не знаю. Ты же знаешь, что мы людей в чувства приводим. Ну, скажем, для чего? Да. Зачем? Что хорошего в этом? Мы приводим людей в чувства. Мы приводим людей в чувства. Причем читай, как хочешь. Дим, давай так. Я понимаю, что здесь сейчас есть люди, которые смотрят и как бы... Нет, мне это совершенно не смущает. Не держи лицо, хорошо? Ты сейчас, ну, как бы, по ощущениям, ты сейчас пытаешься как бы держать марку. Какой-то крутой, какой-то сильный и все остальное как бы... Это общее впечатление. Я не держу сейчас эту марку. Если бы я ее держал, я бы просто к вам не пришел. А так я пришел, обратился за помощью, естественно, ну... Вот, марка это там. Я тебе говорю то, что я... Я понял. Все, я немножко не об этом. Я хочу сказать, что... Ну, по крайней мере, это... Появляет... Зачем может прийти, как отправная точка? Это появляется, когда я концентрируюсь где-то на внешнем объекте. Это что? Это что? Симптомы? Симптомы. Дрожит голова. Ну, или руки. То есть, в зависимости от того. То есть, вот, например, стоя сейчас я чай пить не мог. То есть, как только я концентрируюсь, что он горячий, мне нужно это, у меня начинает вот так вот ходить в руках. Да, то есть, если я начинаю, ну, это заметно. То есть, если мне, скажем, там, вот в камеру посмотреть или на точку вот сконцентрироваться, у меня начинает потихоньку дрожать голова. И что тебе этот симптом говорит тогда? Ничего, я просто чувствую. Нет, что он тебе говорит тогда? Со мной не разговаривал. Говорит. О чем он тебе напоминает тогда? Хорошо, так скажем. Вопрос. Когда у тебя начинает это проявляться, что ты тогда начинаешь делать? Ты меняешь свои действия, ты о чем-то другом начинаешь думать. Я переношу внимание на, ну, вот в частности, я отвечаю на вопрос, да? Ну, в принципе, можно, то есть, что я начинаю делать, когда я замечаю, что это проявляется. Да, да. Я переношу внимание внутри себя на область, грубо говоря, вот сзади в шее. Потому что у меня состояние такое, что у меня очень резко напрягаются мышцы, вот держащие голову. И когда ты направляешь туда внимание, что происходит? Я на них туда внимание, и я их успокаиваю. Точно. И получается, что, ну, в принципе, на некоторое время это проходит. Ну, на какие-то там секунды. Пока ты находишься в себе. Пока я там нахожусь там в себе, это проходит. Как только я где-то, то есть, чуть только выскакиваю, выношу внимание, то это начинается сначала. Вот. К чему я пришел? Ну, я расскажу историю там на одном из занятий по новомонной технике ильфордайвинг, да. То есть, вот, собственно, по сути, я же, ну, тренирован в этих техниках, в трансе там, да, то есть могу грузиться. И, в принципе, были запросы в мою сторону, и были запросы технического характера, да, ну, я каким-то образом все время умудрялся сливаться с этой темой. А потом просто я пришел как-то раз, тоже думаю, ну, вот там надо какие-то вопросы там будут, может, запросы помешать, еще что-нибудь. И я почувствовал, что опять, ну, стремлюсь слиться. Вообще, не трогайте меня. Вот, я где-то… Слиться? А что значит слиться, скажи, пожалуйста. Ну, чтоб меня не трогали, ко мне не обращались, и все. Ты говоришь, я не слышу, что ты говоришь. Вот реально. Возможно, сконцентрироваться. Потому что мне вот очень сложно сконцентрироваться. Ну, вот реально, ощущение, вот я вот, я слышу, звук идет от тебя, и, ну, я не слышу, что ты говоришь. Где ты сейчас находишься? Воспоминаниях. Где воспоминания находятся? В теле? В халаве. Точно. Мы сюда говорим. Вот все, что ты говорил, какие чувства в тебе это вызывают? Подожди, сейчас ты что чувствуешь на ваш диалог с Натальей? Что ты сейчас чувствуешь? Раздражение. А что тебя раздражает? Меня раздражает то, что… Я тебя прервала? Да. Ты, да, прерываешь. Собственно… Не слушаешь? Да. Не слушаешь, потом не слышишь, и задаешь мне вопросы… Да, которые… Ну, не… Которые тебе непонятны. Ну, по сути, разрывают некий шаблон, скажем так, да? То есть, мне непонятны, я не знаю, как на них отвечать. Вот. Так на что ты тогда раздражаешься? М? Я? Раздражаюсь. Угу. В итоге… На кого? Так заданный вопрос. На кого ты раздражаешься? Ну, вот ты сейчас проследил цепочку. Я не понимаю, бла-бла-бла, я задаю тебе вопросы, которые тебе непонятны. Ну… Ты когда в жизни не понимаешь что-то, ты раздражаешься или нет? Или не позволяешь себе этим чувствам проявиться? Ну, можно сказать, может, слегка раздражаюсь. Ну, как раздражаюсь? То есть, во мне это вызывает некую спортивную злость. Угу. То есть, мне нужно это понять. Угу. В этом разобраться и понять это, вот, если… А для чего? И что ты тогда будешь чувствовать, когда ты поймешь, что ты будешь чувствовать? Кайф. Угу. Когда поймешь? Да. Угу. А как кайф вот можно внутри описать по чувствам? Что такое кайф для тебя? Какие это чувства? Гордость. Угу. 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 Гордость, гордость,… Угу. Угу. 婆. Самодовольство, если так это можно назвать. Но эго никак не надо. У. Угы. с собой. А как ты сам к себе, вот без всего, как ты сам к себе относишься? Продолжение дела у нас идет. Как ты сам к себе относишься? Какой ты? Какой я? Да, не в общем, а сейчас? Да. Я сейчас это и делаю, просто слова надо подобрать, вытащить из лексика. Что идет? Ребенок. Без Ну, если что идет, вот говорить так, что просто такое постоянное состояние показухи. Показухи. Точно. Ты просто прелесть. Вот, ну, я об этом уже и говорил, что... Просто прелесть. Но вот признаться в этом, это реально силище. Вот восхищена. И опять эго пригладили. Хвалите меня, хвалите. Уделяйте мне внимание, уделяйте. Да, 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 да. Это постоянно, то есть, такое состояние у меня постоянно. Ну, оно мне чего-то, точнее, многих вещей в жизни позволяло достигать. Но для этого достижения всегда нужен человек, которому ты будешь показывать. То есть, ну... Который будет тебе давать обратную связь какой-то молодец. Да, да, да. Которому, ну, то и даже, ну, да, обратная связь им нужна. Просто вот, ну, вот показываешь, а он, ну, блин, ты такой крутой, такой классный, у тебя так все хорошо. Ну, ты вообще просто... А зачем тебе нужна обратная связь? Для того же самого удовлетворения. Ну, вот этой вот... А если не будет, вот забираем у тебя эту обратную связь? Обратная связь, это некое подтверждение того, что я там, может быть, на верном пути, что я вот своих там... Если не будет обратная связь? А вот забираем у тебя обратную связь, нет у тебя? Ну, и забрали, нет. Вот обрываем дело у тебя. Будет, да, ну, ощущение, что... Потеряшка сразу становится. Потеряшка. Расдражалась. Безысходность, бесцельность существования. Я бы сказал так. Незачем, не для кого. Ну, вообще. То есть все для кого-то? А для себе? Для себе, да? А для себе обратная связь. Только обратная связь. Для поддержания, собственно, показушности. Ну, для поддержания вот этого вот... Точно. Эго. Собственное чувство собственной значимости, мне нужна обратная связь. Я не могу почувствовать собственную значимость без обратной связи. Ты сейчас про эго говоришь. Я, ну, естественно, через... А про душу свою рассказать. Чувство собственной важности. ЧСВ, да, то есть... Как ты себя чувствуешь наедине с собой? Наедине с собой. Нет, никого. Великим. Великим и могучим. Урфин. Ты знаешь, я могу сказать одно, что я почему-то к этому постоянно стремлюсь. То есть у меня постоянно нехватка... Ну, мне хочется быть одному. Но когда я оказываюсь один, у меня сразу же, то есть такое, блин, а что делать? А что я буду делать один? Ну, что... Не умеешь, да? Да, я не умею один ставить себе какие-то цели или нет. Ну да, может, цели ставить, какие-то перед собой задачи, какую-то... А скажи, а кто в детстве тебе ставил целью? Мало. Ну, по сути, только мало. Потому что там, из того, что я помню, потому что детство так сложно помню, вот, ну, всегда это было. Так, то есть мне ставила целью мать, ну, и, соответственно, говорила, то есть делай так, вот, как я скажу, если будешь делать по-другому, то, по сути, ничего из тебя не станет. Ничего не выйдет, и станешься, там, каким-нибудь советским инженером, там, и все. И так, и... И станешь советским инженером. Ну, она, у нее, да, я стал советским инженером. Ну, дело в том, что в ее устах это звучало очень, как-то, унизительно. Как проклятие, да. Ну, то есть она, когда хотела... Отца, когда вот в компаниях каких-то, либо это, ну, очень любила рассказывать в таком язвительно-унизительном тоне, то и вот, и всегда там говорила, что он советский инженер. Обычный и... Хочу сейчас сказать, что сейчас инженеров не хватает вообще катастрофически. Особенно советских. Ну, дело в том, что... Все ушли, не хватает. Оценка, да, советских инженеров по тем временам была по поводу их дохода, скажем так, да, то есть того, что они материально обеспечивают семью. И, соответственно, говоря, золотые руки и работать как-то на как-то... А как ты себя чувствовал, когда мама прилюдно, ну, уничижительно называлась по профессии отца? Что ты чувствовал в этот момент? Какое желание у тебя возникает? Что сделать? Дайте мне мне поговорить. Ну, да, может, что-то близко к этому. Ну, я, в принципе, много раз в своей жизни хотел что-нибудь сделать близкое к... Начиная от... Как это? Начиная от ударов, заканчивая убийством к своей матери. То есть это... Ну, было много раз, и с ножом я на нее бросался. Вот. Хотя, ну, ударил я ее один раз. Ну, на своей памяти год назад. Ну, как ударил. Ну, то есть, просто вот так вот взял по подбородку и вот легкую по щечину дал. Вот. Ну, вот, собственно, так. Исходя из концепции, чтобы она немножко очнулась. Вот. А что ты чувствовал? Да, что ты чувствовал в этот момент? Когда ты ударил ее? Удовольствие. Удовольствие от чего? С собой. Для тебя это было проявлением чего? Пошли, пошли. Силы, свободы. Свободы. Я сознаю... Освобождение, я бы сказал. От чего? От... Ну, от запретов классиков. Какие запрещали? Я бы сказала так. Я сознаю и признаю разницу между желанием драться и свободой. Или тут нежелание драться? Скажи, пожалуйста, а что ты... Я не хочу драться, я хочу убить. Разница только в этом. Драться хотят, это просто, извините, доказать свою там эту... Ну, не знаю, просто я... Месть, 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 месть за насилием. Ну, по сути, да, месть. Свобода ассоциируется с желанием убить, ударить? Ну, по сути, убить того, кто посягает на... Твои слова, на тебя. И... Ну, вполне допускают, даже, скорее всего, так и есть, что это относится ко всем женщинам. Которые мы аномальски приближиваются. И, собственно, запрет там, что мужчина женщину не бьет, да, то есть он для меня звучит как просто, как кандалы. Ну, хотя я не скажу, что у меня такого не было. Ну, когда это было, вот сейчас, если анализировать, да, то там пару раз, то просто, я не знаю, наверное, меня, грубо говоря, силу удара останавливал только какой-то некий, блин, инстинкт где-то далеко. Потому что, ну, хотелось просто... Бац, и все, и молчит. Ну, нет, ну, просто тишина. Скажи, пожалуйста, что тебе мешает находиться внутри себя? Ну, как бы вот все эти люди, о которых ты говоришь, у меня ощущение, что они все на тебя покушаются. Что-то хотят от тебя. Хотят там что-то вот прям... Решить свободу. Решить свободу. Ну, что мне мешает находиться внутри себя, ну... То есть вот они все время покушают. То, что вокруг все эти люди. Ну, то есть это мешает тебе, да? Ну, видимо, одна из помех. То есть... Ну, смотри, какая интересная. Если есть... Нарисовался картинка, да? Смотри, вот... Угроза, да, то... Ну, естественно, я буду смотреть на угрозу, а не сидеть там в раздумьях, там, как прикрафен Днепр при ясной погоде. То есть... Смотри, ну, какая интересная штука. Но при всем при этом, когда ты находишься один, ты не знаешь, чем заняться, по сути. Подожди, а что ты... Когда ты хочешь остаться один... Что ты надеешься испытать? Так в самом-то и дело, что ничего. Он начинает сразу... Нет, подожди. Это что он испытывает, а что он хочет, когда он стремится один побыть? Да, 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 да. Чего ты ожидаешь, что там будет? В этом одиночестве. Если говорить простейшими категориями, то просто когда я стремлюсь... Да, некое спокойствие, то есть просто я буду делать то, что я хочу. А что ты хочешь? Ну, читать книжки. И что ты будешь чувствовать, когда будешь читать книжки? Радость познания. Радость какой-то... Интерес. Ты говоришь, что я тебе не беру. А вот он этого не... А ты же этого не чувствуешь, когда ты... Ты не чувствуешь, что ты... Мы говорим про ожидания. Естественно, мы не чувствуем. Это про ожидания, да? Про ожидания, да. А по-сам-деле, когда он находится один, он сразу с этого слиняет? Конечно, конечно. Это сейчас придумано для нас. А когда ты находишься, едешь и сразу начинаешь думать, чем же мне заняться? А это про что? Ну, сложно сказать, что я начинаю думать, чем же мне заняться. Я бы сказал, что я не начинаю делать то, что я думал, когда я планировал быть один. Ну, точнее, что я буду вот один и сделаю это, это, и это, и это, а когда я оказываюсь один, я просто начинаю заниматься разной бесцельной фигнёй. А почему? Почему? Или зачем? Зачем тебе? Потому что я... Ну, нет цели. А цель – это обратная связь. То есть, если я что-то сделаю... Ну, отец. Ну, соответственно, мне нужно будет... Не оценит, да? Не оценит. Да. Когда я остаюсь один, блин, грубо говоря, я начинаю делать то, что я планировал делать или вообще нужно сделать, ну, суть не важна, да. Только в моменте цитнота. Когда я понимаю, что вот сейчас будет обратная связь, вот сейчас она придёт, да, там какая-нибудь жена там или кто-то, да, то есть всё. То есть вот я дотягиваю, дотягиваю, дотягиваю и понимаю, что вот она будет, блин, мне надо срочно сделать. Тогда у меня форсируются все ресурсы организма, то есть всё, я там, более я как в потоке, там начинаешь ду-ду-ду-ду-ду, и это всё быстро делать. Но это приводит к тому, что если задача там не совсем сложная, лёгкая, ну, соответственно, я её просто не заканчиваю. Вот пришёл человек, а я не успел, и в результате эта задача таким висюком остаётся. Скажи, пожалуйста, а ты нужен сам себе? Вот убираем все обратные связи, убираем маму, всех женщин, вообще детей, всё убираем, вот ты стоишь. Скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь по отношению? Вот нету обратной связи, как ты можешь вообще понять, почувствовать, как ты сам к себе относишься? Ну, по сути, да, это сам себе обратную связь. В сам себе обратную связь, да. Что происходит? Жесть происходит, да? Угу. Можешь сам себя похвалить? Пока зушила, да? Нет, сам себя. Никто не присутствует при этом. Вот ты наедине сам с тобой. Ответил нам вопрос показушен. Ну, если я же говорю, то есть, если я сам себя чисто это, то я сам себе не нравлюсь. Я могу себя похвалить для кого-то. Сам себе не нравлюсь. Вот, хорошо. Сам я себя, я считаю вообще ребёнком, безвольным ребёнком, которому нужно за ручку брать, показывать, сделать то, сделай это, сделай так. Вот, и только тогда я могу что-то сделать, а так я, собственно. Я осознаю и признаю. Ты готов обменить это? Я для этого сюда пришёл. Я осознаю и признаю своё убеждение. Я осознаю и признаю. Своё убеждение. Своё убеждение. Что я безвольный ребёнок. Что я безвольный ребёнок. И что, если мне не покажут, я ничего не могу сделать сам. И что, если мне не покажут, я ничего не могу сделать сам. Я сам ни на что не способен. Я сам ни на что не способен. Мне нужен контроль и обратная связь. Мне нужен контроль и обратная связь. Я осознаю и признаю все последствия данного решения. Я осознаю и признаю все последствия данного решения. Я отменяю свою жизнь прямо сейчас. Я отменяю свою жизнь прямо сейчас. Клавиша делит, нажимай пальчиком. Вдох, выдох и потяните. С понятием мужчины, с понятием безвольного ребенка тоже нужно разделять. Сейчас разделять будем. Просто базовое вот это вот деструктивное внушение из детства. Его надо снести, а все остальное зачеречь. Что-таки все, там столько хорошего в этом было. Что там хорошее? Я это прекрасно понимаю, что я тот, кто я есть, по сути, вырос из того, что было там. Что там хорошее? Когда было это убеждение, что ты безвольный ребенок, что тебе за ручку надо водить. Что там хорошо? Вот так много. Ну очень много хорошего. Ну конечно, это хорошее, можно проследить вон, в том, что я это чувствую, вижу. Так говори, что ты чувствуешь. Когда приходит взрослый мужчина и говорит, что у тебя лучше получается, сделай этот чай за меня. Вот. Ну по сути искусственная манипуляция, да, то есть вот возьми меня за ручку. А что хорошо? Нет, только он искренне-то говорит. Так а... Ну, для меня это, то есть я вижу в этом... Вот ты видишь манипуляцию, а я в этом вижу признание. Он признает мамины таланты. Да, я знаю, что он искренне об этом говорит. Если бы он мной пытался на частотах тех манипулировать, я бы его послала. А так я бы делала... Ну, для меня, для меня, то есть это некая манипуляция, в том плане, что просто... То есть слабо за помощью попросить, да, тебя? Да, я никогда не... Это... Мама не сделает, да? Мама не примет. Нет. Это же слабость, правда? Это же слабость. Проще манипуляцией. Вопрос в том, что... Я, честно, не понял. Потерялся. Здесь есть один момент, который вот мы нельзя обратились к этому началью, что в этом не только просьба о помощи, но в этом и так же есть манипуляция. То есть это оба момента вместе. Спаянные. Спаянные, да. То есть в равной степени вы оба здесь, ну, как бы считали верно, да, то есть и то есть. И поэтому... Вопрос, что хочешь выбить, но выбрать и что выбрать. Ну, если говорить о том, то я никогда не прошу. Ну, я могу, я, конечно, могу попросить, там, это все нормально, но я иду до того момента, когда действительно, ну, для себя понимаю, что, блин, ну, я не справлюсь. И иногда этот момент оказывается слишком поздно, да? Скажи, пожалуйста, в чем твоя манипуляция? Моя манипуляция? Ну, если ты не просишь помощи, тогда ты манипулируешь. Твое слишком поздно. Это не относится к манипуляции? У тебя есть два варианта. Ты видишь в его поступке манипуляцию. То есть ты делаешь перенос из того, что есть. Если мы сейчас вернемся к твоим действиям, ты говоришь, я помощи не прошу. Значит, по твоей развилке у тебя есть способ манипулировать. Какой твой способ манипулировать? Прекрасный мозг загрузился. Красиво. Я не условно. Можешь ли повторить еще? Конечно. Конечно, я не условно. Как ты манипулируешь? Или что у вас тут открывается что-нибудь? Ну, свинять хочется, конечно. Конечно. Не, не свинять. Мне воздуха не хватает. Причерлик свинять. Все очень просто. Какой твой способ манипулировать, чтобы получить то, что тебе нужно? Например, болезнь придумать. Как тебе способ манипуляции? Круто? Чего? Легально все. Подожди. Пусть он сам. Я не понимаю. Можно еще раз? Я просто переключу. Можно. Ты говоришь. Я до последнего сам что-то делаю. Бывает, что поздно, потому что не обратился за помощью. Так? Ты на этом остановился. Кто здесь? Понятно. Это подбегает. Единственный вопрос. Какой твой способ манипулировать другими, чтобы получить то, что тебе нужно? Или способом? Как ты это делаешь? Как ты получаешь то, что тебе нужно? Через манипуляцию. Ага. Что ты такого делаешь? Там у тебя отмойчик дофига. Но какие главные? Помнишь, у тебя был такой великолепный наборчик? На все случаи жизни. Вот он у тебя в голове тоже. Какой у тебя главный стрелок? С принцовкой вазелин. Да. Я просто забыла, что там было. Понятно. Она просто программист-то. Или си-садмин. С принцовкой вазелин. Говорит, только не спрашивайте, зачем мне вазелин. Ну, мы все так или иначе манипулируем людьми. Я просто не знаю. У тебя какие методы манипуляции? Отменяю убеждение. Нет, мы все манипулируем. Конечно, когда мы разговариваем, мы что-то хотим получить. Значит, мы применяем... Мне больше нравится слово «взаимодействуем». Взаимодействуем. Ну, как не называй. Ну, взаимодействуем. Хорошо. Как ты взаимодействуешь так, чтобы получить то, что тебе нужно? Естественно. С полцом. С другой стороны. Это как угодно. Как скажете. Что ты такое делаешь? Вот, например, тебе что-то нужно. Ну, от человека. Вот смотри. Одного из манипуляций, то, что я вижу, да, ты начинаешь сразу делать таким образом что-то, чтобы тебя похвалили. То есть, внимание, да? Внимание. Вот тебе нужно от человека еще что-то получить, кроме внимания и одобрения. Что ты еще хочешь получить? То есть, что ты такого делаешь, да? Как ты это получаешь? То есть, твой путь в получении того, чего ты хочешь. По-другому просто. Я не знаю, как ответить на это. А что ты чувствуешь, если ты все-таки обращаешься за помощью? Вот все, ты приперт там, ты говоришь, я сам не справляюсь. Вот что ты, ты вынужден обратиться за помощью. Что ты чувствуешь? И самое интересное, что происходит после, если кто-то согласился помочь. Выходит получить то, что нужно или нет? Не думай. Уже... Уже все, мыслей уже нет. Ты же видишь, ты же глазами ищешь, мозг уже все. Давай, чувства, чувства. Нет, глазами. Я просто думаю, как структурированно-последовательный человек. Мне задают один вопрос, я о нем думаю. Сразу задают следующий вопрос. Я не понимаю, что мне... Куда мне... Чувства, чувства. Ты не понимаешь, как тебе еще расшатать можно? Последовательного логичного человека. Только так. Задавая разные абсолютно не связанные между собой вопросы. Ну, и вполне логично. Ну, и вполне логично. Для меня вполне логично, если человек, задавший вопрос, хочет услышать на него ответ. Если мне так задалось вопрос, то ответа не будет. Это просто расширение одного вопроса? Нет, это последовательный вопрос. Ну, ладно. А что ты сейчас чувствуешь? Что ты чувствуешь сейчас? Растерянность. Хочешь задать по голове? По голове все время хотелось. Не обращайте внимания. Это что, оно обращается? Да, да. В конце концов, просто барабан этот шабанский у вас защищает. Это наша защита. Да, на самом деле на краю бездну вы уже много раз оказывали. Ну, можно постучать по барабану. Ну, можно постучать. Ну, если к мозгу путь заказан, можно в печень постучаться. Короче, ты что-то просишь помощи, да? Что ты чувствуешь и что происходит потом с этим событием, которое ты помощи попросил? Вопрос такой. Я не знаю, ну, я, блин, что я чувствую. Что я чувствую, что я чувствую. Не знаю. Нужно что-то уточняющее. Я не знаю, ну, чувство, ну, что... Когда ты последний раз просила, что-то было? Благодарность. Благодарность, это когда-то уже получилось у помощи? Нет, когда прошу... Заранее чувствуешь? Благодарность кому? Кого прошу. Прекрасно. То есть он еще не оказал помощь, а тут уже его... Дима хотя бы перепрыгнул, да, а этот Дима еще заранее. Это просто класс. Красота. Это раньше даже до Тумго как мир начал организовываться. Да, да, да. Еще земля не нагрелась и не остыла. Еще даже не появились на зале. Прекрасно чувствую благодарность. Херач ее сразу. Всех. Хорошо, если ты обращаешься за помощью и ты уже заранее чувствуешь благодарность, почему ты тянешь до последнего и не обращаешься за помощью до самой крайней точки? Я учила. Я уже начинаю с этим. Тогда не будет удовлетворения, что я сделал это сам. Удовлетворение, сделал это сам. Ага. Смотри, что я беру. Ну и того, ну, соответственно, на этом прервется процесс некого познания. Ну, то есть для меня познание... Смотри, что я беру разделение конкретно эго и души. Причем вот это огромное, 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 вот это эго, огромное, оно просто огромное. Оно постоянно требует... То есть это является гиперкомпенсацией твоего внутреннего состояния, где ноль, ты боишься просто туда вот как бы спуститься вниз, и эго это все компенсирует. То есть она берет эту функцию на себя. А вот эта травма, травма того, что я не нужен, то есть постоянно как в прорву требует туда энергии. То есть это дырка, вот бочка с бездомным дном, куда бросаешь, 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 оно как бы не наполняется. Потому что там есть вот эта травма. И постоянно, когда ты не чувствуешь вот этого подтверждения, все это уже равносильно смерти. То есть я считываю просто таким вот образом. Если я вот сейчас где-то что-то ошибаюсь, то меня останови, просто скажи, что ты не права. Я просто не все до конца понял, что ты говоришь. Ну вот с эго, душа, эго, она, ягнись сюда, а здесь его нет. Да. Компенсация идет. Ну гиперкомпенсация просто. Гиперкомпенсация, потому что ты сам это осознаешь. Ты сидишь и говоришь, да, хвалите меня, хвалите. Смотри, вот ты говоришь, смотри, твоя поза. Хвалите меня, хвалите. Откуда это идет? Это поза вообще для того, чтобы, ну... Защитная реакция? Нет. Что это? Я, ну, когда начинаю напрягаться, начинает все трястись. Да. Поэтому я сажусь, поднимаюсь, чтобы у меня шейный отдел был расслаблен. Что тебя напрягает? Чтобы у меня это не было. Что тебя напрягает? Я, когда концентрируюсь на чем-то, да, то... На чем? Ну, на чем-то, задача какая-то стоит. Хорошо. Где ты ищешь ответы в этой... У меня начинает напряжение, плечи, я начинаю вперед нагибаться, я начинаю все свое внимание переносить туда. И у меня начинает все вот это... Сделай, пожалуйста, разницу между напряжением и концентрацией. Я осознаю и признаю разницу между напряжением и концентрацией. Между напряжением и рас концентрацией. я сознаю и признаю разницу между напряжением и расконцентрацией. А между расслаблением и расконцентрацией? Я сознаю и признаю разницу между расслаблением и расконцентрацией. Между напряжением и расслаблением? Я осознаю и признаю разницу между напряжением и расслаблением. Я осознаю разницу между расслаблением и слабостью. И дышусь. Что ты сейчас чувствуешь? Тебя раздражают мои вопросы по поводу чувств? Когда я тебе все время задаю один и тот же вопрос, что ты чувствуешь, что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Слышка, да. А можешь ответить на этот вопрос, почему они тебя раздражают? Потому что я не всегда могу описать чувства. Точнее, может быть, я просто не знаю, что это за они, либо слов, просто не знаю, подходящих. Либо это как женщины знают, там коралловые цвета, там эти, мужчины синий, зелёный, красный и жёлтый. Точно так же и это. И когда ты не можешь назвать это чувство, что ты чувствуешь? Ну, соответственно, что я не могу удовлетворить твоё желание. И когда ты не можешь удовлетворить моё желание, что ты чувствуешь? Ну, раздражение. Ага. Ну, раздражение, как оно? К себе? Ко мне? Это проявление, а чувство какое? Угу. Ощущение в себе. Раздражение на кого направлено? На себя, на меня? Псев. Ага. И туда, и туда. Угу. А если мы… Ну, собственно, раздражение от, собственно, какого-то бессилия. Ага. Да, то есть… И, соответственно, раздражение, что, блин, да хватит мне задавать этот вопрос. Ага. Просто, да, то есть… Ну, вот такого… Решите мне вот так вот вопрос, и всё. Хули мне на моих чувствах разбираться, правда? Ага. Ну, по сути, да. Ага. Вот. Это… А что ты чувствуешь, когда ты… Я думаю, что мне, как любому мужчине, проявлять какие-то чувства, это… Как любому мужчине проявлять чувства, видишь сразу, какие убеждения вылазят. Ну… И что будет страшно, если мужчина начнет чувства проявлять? Это про что? А ты как? Он перестанет быть мужчиной. То есть перестанет. А тебе нужно это убеждение? Ну, я так скажу, что у меня его не сильно… Ну, так нет. Это я просто… Придумай. Из своих исследований, скажем так, могу говорить. А вот… Когда просто… Ну, общаешься с мужчинами, с женщинами, вот, то… Аналитика того, о чём говорят мужчины и о чём ещё говорят мужчины… Нет уже фильмов, о чём говорят женщины. Вот. А… Просто… О том, что… Ну, мужчины… Они как ореха с карлупетом. А смотри, как интересно получается. Мужчина, который проявляет чувства… Он зашёл с наружки и привёз… Мне вообще, вот ты говоришь, у меня возникает ощущение, не ощущение, а образ приходит. Знаешь, кота, который нагадил и дальше вот лапками загребает, загребает, загребает и говорит, там у меня будет конфетка. Ну, вот реально ты сейчас программы такие, да? Загрёб, загрёб, загрёб и через наружную часть прогнал и вернул. Ну, у меня не то, чтобы они есть. Ну, как бы так. Нет, вы знаете, какой момент, вот у меня больше всего… Ну, вот вы про это говорите, это да, но здесь какой момент… Смотри, ты говоришь, что меня это убеждение вроде как не сильно касается. Я просто вижу, ну, анализирую и вижу, что это как бы характерно для мужчин. Но смотри, если тебя это, ну, как бы, не сильно касается, и ты, допустим, ну, предположим, что у тебя есть противоположное убеждение, что чувства там чем-то полезны, ты там их вполне себе можешь проявлять, ты, тем не менее, выбираешь… Я расслабилась. Нет, выбираешь мнение какое-то, какое-то общее, какое-то из анализа выведенное других людей, а не свое собственное. То есть, типа, 10 мужиков не могут ошибаться, да, даже если я думала по-другому. Типа… Статистика. Да, статистика, да. Ну, как бы… Гулые факты. Я же советский инженер. Угу. 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 У меня, естественно, есть функция распределения вероятности и статистические… Оказывается, выгодно, да, пользоваться этим советским инженером, да? Конечно, их же не хватает, потому что мне цену сами… То есть, на твои убеждения влияет аналитика, на твои личные убеждения… Статистика, да? Статистика. Типа как ощущение, что он пстит просто всем своим советским инженером всего мира. Нет, и в то же время он прикрывается этим. И прикрывается этим, да, с двух сторон. С одной стороны, возникает злость, потому что, во-первых, это мама ему навязала этот раз, а второе, он очень выгодно этим пользуется. В лице мамы мы видим весь мир. Мама – это весь мир травматичный, да, и маму убить хочется, и в то же самое время надо ее похвалом. Да. Правда, связь с ней. Ну да, он мне говорила это, и, соответственно, постоянно это… Ну да, что делать, цели, что думать, как бы убеждения, все формируется снаружи. Вот прям хочется вот это раздражение, знаешь, хочется вынести обратно, тебе вообще не надоело. Ну вот у меня вот то раздражение, которое ты транслируешь, да, я бы его вот если, ну как вот я тебя чувствую, да, я бы сказала, блин, ну вот у меня раздражение, что меня задолбало, что кто-то мне снаружи вечно диктует, что я должна чувствовать, что я должна там думать. Это права, я в этом так и живу сейчас. Постоянно, ну как постоянно, просто это раздражение, но, по сути, меня от этого… сейчас меня от этого колбасит. Колбасит, так хочется сказать, колбасит. Но дело в том, что… А в чем? Ну да, да. В том… Дима, смотри, мне интересно, ты говоришь, меня колбасит. Это, собственно, что вот и происходит. Сделан. Сделан. Да. Ну, я говорю о том, что… Что я заметил, что сейчас это во мне прорывается, начало прорываться. Ну, в принципе, уже давно, но сейчас это я начал замечать, что начал прорываться в семье достаточно часто, ну, то есть, и к жене там, и там… ну, вообще… Ну, потому что перенапряжение уже растет, колбасит, 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 колбасит… Да, да, да. То есть… В том, что, блин… Ну, то есть… Как говорится, не говорите мне, что мне делать… А я не скажу, куда вам идти, да? Ну, дело в том, что… Что мне делать, я не знаю сам. Да? То есть, скажите мне, что мне делать, но при этом, что вы мне все время указываете, что мне делать. Ну, в этом борется самостоятельность, вроде как же мужчина, ну, вроде как же. И при этом привычная реакция, укажите мне, что мне делать. Вот, знаешь, у меня сейчас такое ощущение, что, знаешь, вот есть вот такой вот Дима, и есть вот такой Дима, и вот туда бумс, а вот бумс обратно. И вот туда, сейчас в тело, он опять из тел. И как бы скажи, пожалуйста, когда ты все-таки был маленький, когда вот… отношения с мамой, что ты… Вот, ну, там такая боль опять идет. Ну, да, сегодня такой интересный день. Боль… Ты когда-нибудь еще переживала ее? Когда ты закрыл свое сердце, скажи, пожалуйста? Когда ты закрыл сам себя от себя? В какой момент это произошло? Я так регрессовал. Не знаю. Я даже не знаю, что значит сам себя от себя. Ну, что ты выражаешь этим понятием? Был какой-то момент, когда ты знал, чего ты хочешь. И потом… Он заменился на что хочет мама. Да. То есть, естественным путем ребенок три года все я сам, да? Да. И если оно там где-то… где-то в том возрасте надо искать. Если я сама не получается, тогда… Ну, невозможно. Я, как уже сказал, я… ну… Я заставил себя, наверное, забыть большую часть… Вот. Вот мы про этот момент и говорим сейчас. Не знаю. Ты заставил себя забыть. А что последнее ты помнишь? То, что я тебе и говорю. Я помню что-то урывками. Но у трехлетнего я себе точно не помню. Однозначно не помню. Вообще даже представить я не могу. А если бы ты знал, что бы ты сказал? Ты можешь закрыть просто глаза и почувствовать. Причем неважно, это будет вымысел или это нет. Если у тебя всплывет это, это имеет для тебя значение. Это значит то, что тобой… Я понимаю, что ты решаешь. Ага. Просто вот попади в ту точку, когда… Все резко поменялось. Когда ты мог все, ты мог все самостоятельно и тебе мнение окружающих вас… Если бы так вот, если вымысел какой-то, то я думаю, что это… Ага. Первый раз, когда мать меня начал бить. Прекрасно. Ударила. За что? Не знаю. Я не могу даже сказать, за что меня били. Даже не понял, да? Ну, я не понимаю, да. А ты можешь вспомнить, что ты делал? Что ты чувствовал? То есть меня били за то, что я, например, там чай разлил на столе, там… Или кружку уронил со стола, там… Она там разбилась, там… Или… Ну, это же сложно сказать… Пукнул за то, что были там… В комнате, там… А чему ты обучался в этом всем? Когда? Подожди, Милович, скажи, пожалуйста, а можешь сейчас вот… Либо считать, либо предвариться вот своей мамой в тот момент, когда она тебя била маленького? Какое чувство она могла бы испытывать в этот момент? То же, о чем я говорил. Раздражение? Раздражение, желание прибить. Ну, я могу так вот… То, что у меня проявляется, да, если так уже говорить… Да, но… С точки зрения этого, то есть в качестве, там, какой-то подсказки, там… Или чего… То есть мы с Наташей эту тему уже прорабатывали как-то… Что я был нежеланным ребенком… Вот… Ну, собственно, я потом с матерью разговаривал на эту тему… Ну, естественно, она прямо не говорила, там… Я ей задал прямо вопрос, но не говорила… Но суть в том, что… Когда она мной забеременела… Ну, она еще не знала об этом, да… То есть это были, там, первые месяцы, там, беременности… Ну, она… Ей предложили, там, место…